Приветствую. В общем, судя по прошлым обзорам, не всем нравится мой стиль повествования, постараюсь в будущем его поменять, но два обзора. С3, F12, я готовил еще в старом стиле. Так что, Роуш F12, прямой конкурент всей С-линейки от конвоя. Когда выбирал еще первый конвой С5, много раз видел упоминания про Роуш, я даже было хотел купить его, но я уже был настроен на покупку именно конвоя. Сейчас же у меня такой цели не было, поэтому я и купил его. На форумах можно прочитать, что его основной плюс, широкий свет, примерно на 10-15%, и главное, в таком же миниатюрном корпусе. В общем, раз с конвоями я знаком, то почему бы не попробовать что-то новое. Любопытство взяло вверх и была совершена покупка. Подкатом, как всегда, большой и подробный обзор с тестом, измерениями и, конечно же, сравнениями с конвоем С5, большую часть обзора идет в сравнение F12, С5. Добро пожаловать. Сразу хочу сказать, что обзор скорее размышления. Надеюсь, вам будет интересно его читать. В этот раз я не хотел брать обычный оттенок, захотелось что-то необычное, новое. В итоге расспросил Саймона про доступные модификации для Роуш-Ф12 и узнал, что у него есть Т6-3100, вот именно его я и взял. Конечно, разница невелика, но тем не менее, она есть. Что-то меня в последнее время тянет на более холодные оттенки и широкий свет. И да, было решено купить вариант с четырьмя стабилизаторами, так как фонарик планирую использовать не одна-две минуты. Роуш-Ф12-XML26-400-AMC7135-4. Один, покупка, доставка и комплект поставки. Покупал вместе с Convoy-1001, рефлектором и двумя диффузорами у всеми известного Саймона. Так что если вы читали мои прошлые обзоры, вы знаете, что приехал фонарик за 20 дней почтой Китая. Упаковано было очень качественно. Также фонарик есть в виде конструктора Собери сам и пустынного цвета окраски. Кстати, хотел брать другого цвета, но в последний момент подумал, все черные, а этот будет желтый. И вариант сам собой отпал, а вообще это дело каждого желтый очень даже неплох. Приехал фонарик в красивой подарочной коробочке, определенно плюс, отличный подарок. Но в комплекте кроме самого фонарика есть два дополнительных уплотнительных кольца и очень толстый, качественный ремешок серого цвета с карабином. Считаю, за такую стоимость больше нечего желать. Определенно плюс в сторону Раши. Два, внешний вид. Форм-фактор остался тот же, Эджа, но отличия все же имеются. Во-первых, фонарик имеет необычный дозель на голове, который, если не ошибаюсь, сказывается на равномерности света. Выглядит это красиво. Во-вторых, у Роуш в отличии, конвой Ев корпус практически весь в орнаменте, что отлично сказывается при использовании. Также голова имеет хоть небольшие, но ребра, которые отлично справляются с теплоотводом, про все это дальше. Но все, что я выше перечислил, относится к плюсам конструкции, а как насчет личных впечатлений. Мне он очень понравился, все же каким-то образом он выделяется среди однотипных фонариков. Он, кстати, немного похож на конвой С3. И большое спасибо, что нас не обделили логотипом компании, как в пятерке. Но большинство написанного личное мнение, каждый сам решает, нравится ему внешний вид или нет. Да и внешний вид не играет практически никакой роли. А теперь фотографии, дополнительное фото. Три, качество корпуса и покрытия. Как и конкуренты, фонарик сделан из анодированного алюминия, который спасет фонарик от всевозможных царапин, само покрытие шероховатое, даже агрессивное, отличительный признак качественного покрытия. Но сам корпус тоньше конвоев, которые имели стенки толщиной в 3, а то и 4 мм. Ставить фонарик можно как на голову, так и на хвост, да вроде все фонарики можно так ставить. Хвост же имеет качественно обработанные отверстия для ремешка. Линза сделана из стекла, забегая вперед, она тоньше таковой в конвое. В общем и целом, сделан качественно, покрытие хорошее, но по личным впечатлениям, фонарик не такой стойкий, как пятерка. 4. Удобность в использовании и размера. Как и писал выше, в руке сидит идеально, несмотря на отсутствие всяческих неравномерностей в корпусе. Орнамент намного крупнее, чем в конвой 1001 ES5, не знаю хорошо ли это, но точно не хуже. Размеры почти полностью совпадают с конвоем, а именно, у 23. 5 мм, длина 117 мм, вес 59 грамм, конвой же имеет всего на полмиллиметра тоньше корпус, несмотря на свои толстые стенки, и короче на 2 мм, вес идентичен. Стандартный ЭДЖА-фонарик. Теперь же, как всегда, фотографии в руке, 5, голова, рефлектор и особенности. Рефлектор доступен только один, мятый. Мятость достаточно крупнее, чем у пятерки, это один из факторов, который сказывается на ширине луча. Также голова фонарика имеет ребра, которые имеют глубину примерно 1-5-2 мм, только они смогут удержать корпус от нагрева минут 10 точно. На фонарях младшей линейки от конвоев таких ребер нигде нет, поэтому даже 1400 мм способны нагреть фонарь до 40 градусов всего за 10-15 минут, не берусь утверждать, где-то с этим лучше, где-то хуже. Про серебристую корону уже упоминал, такая же есть и в S3 и в 1002, она удерживает линзу и рефлектор. Также голова по длине больше пятерки примерно на сантиметр, странно, если учитывать то, что сам рефлектор по длине меньше. Как итог, могу сказать, что голова сильное преимущество данного фонарика. 6. Резьба, уплотнительные кольца. Резьба по-настоящему смазана, при открытии батарейного отсека никакого скрежета не слышно, закрывается и открывается легко, прям скользит. Но сама площадь резьбы немного меньше, чем у конвоя, но не принципиально. Приехал фонарик всего с двумя уплотнительными кольцами, тут, к сожалению, наш герой обзора не соперник пятерки. Конечно, хорошо, что они тут вообще есть, но хотелось бы при использовании фонарика в мокрой среде быть чуточку увереннее. В голове света накопительного кольца нет. После первого ознакомления можно сказать, что в чем-то фонарик выигрывает у конвоя, в чем-то проигрывает. Но в общем и целом, добротный фонарик. 7. Элементы управления. В этом пункте никаких особых отличий нет. Стандартно две группы режимов, High – 100%, NGT, Mid – 40%, NGT, Low – 5%, и вторая группа имеет дополнительные режимы SOS и STROBE, которые работают на максимальной яркости фонарика. Также имеется память, для этого нужно как и на всех фонариках на нужном режиме просидеть 5 секунд. Для переключения группы нужно перейти в минимальный режим яркости и подождать пока фонарик мигнет, после нужно быстро включить и выключить, теперь фонарик в другой группе. Что до кнопки, кнопка немного другая, не такая как в конвоях, черного цвета. В черном фонарике ничем не выделяется, а вот в желтом весьма харизматично выглядит, в всемирной паутине фотографий полно, поэтому чужие в свой обзор не буду выкладывать. Ход кнопки хороший, переключаются режимы небольшим надавливанием на кнопку, выключается и включается с щелчком. 8. Аккумуляторный отсек. Новый аккумулятор пока не купил, поэтому до сих пор использую незащищенный Сан Йоу 2600 Мах. В фонарик, к слову, влазят и защищенные, не все. Заметил такую особенность, аккумулятор то можно устанавливать и через голову, конечно, в этом нужны нет, но довольно интересный факт, это не только в роуш можно делать. Что-то я отошел от темы. Сама батарейка не болтается, пружинки тугие, если честно, даже незащищенную банку поставить сложно, так как при закрытии трудно попасть в резьбу, а с защищенными и того хуже, не все влазят. 9. Время работы. В этом плане я постарался все улучшить со времен пятерки. Для этого я заказал более яркий диод и вместе с тем взял версию всего с четырьмя стабилизаторами, все вместе дает приблизительно одинаковую яркость при дольше работе фонарика. На максимальном режим он потребляет 1400 мА, на моем аккумуляторе получается довольно хороший результат, почти 2 часа рантайма, 1 час и 40 минут. На среднем режиме фонарик потребляет 700 мА и сможет проработать примерно 4 часа, а на минимальном режиме потребления составляет 80 мА, это более 30 часов. По сравнению с пятеркой, где при таком же режиме он не проработает и полтора часа, Роше вышел далеко вперед. Конечно, все описанные проблемы конвоя моя вина, я немного сглупил и взял вариант с шестью стабилизаторами. Когда аккумулятор сильно разрядится, то фонарик начнет переходить в минимальный режим яркости и мигать. 10 нагрев. Тут я тоже постарался все улучшить, благодаря меньшому количеству стабилизаторов и ребрам на голове, фонарик практически не греется. Им можно пользоваться как дома в жаркую погоду, так и на улице вечером. В общем, дам совет, для постоянной работы берите вариант AMC 7135, звездочка 4, и оттенок 3, 3B. 11, водонепроницаемость. По теории, пятерка выглядит в этом плане лучше Роше и даже М1, так как имеет не 4, а даже 5 уплотнительных колец. Но в принципе, что с двумя, что с пятью, разницы не будет. Они оба имеют один стандарт водонепроницаемости, ИПКС 8. Но погружение провести я не смог, так как рядом не оказалось пруда, 12 мое мнение. В общем и целом, фонарик себя очень достойно показал в сравнении с конвой С5. Что-то лучше, что-то хуже, но и тот, и тот имеют право на жизнь. В Роше мне очень понравился внешний вид, намного презентабельнее и дороже выглядит, при разнице в цене всего 2 доллара. Да и коробочка не может не радовать, такой комплект и подарить жалко, да да жалко. Нет тех недочетов в резьбе, смазали на заводе отлично, а пятерку мне после обзора пришлось смазывать, а то скрежет бьет по ушам. И несомненный плюс, ребра на голове. Казалось бы, небольшие отверстия в голове, но они практически полностью решают проблему с нагревом. Мне понравился фонарик, точно не хуже пятерки. Фото сравнение Роуш F12 и конвой С5. Ну и куда же я без традиционного разбора? Начну, к сожалению, с того, что разобрать хвост у меня не получилось. Не знаю, разбирается ли он вообще, но я попытался. Даже немного посарапал его. Голова хоть и откручивается, в отличие от С3, но не разбирается. Можно лишь достать рефлектор с линзой. Они достаются только если открутить корону, а открутить ее легко можно с помощью двухсторонней ленты, скотча и так далее. Вот так, линза без просветлений, уплотнительное кольцо без люминесцентного, фосфорного, напыления. Рефлектор очень короткий, вот благодаря ему он и светит широко. Сравнение рефлектора с рефлектором С5, забегу вперед, сразу покажу сравнение с рефлектором С3. Ну и собственно сам диод, драйвер, Итак, приступим. Максимально освещенная точка на максимальном режиме на расстоянии 35-40 метров от меня. Минимальный режим яркости, порядка 5%, средний режим яркости, порядка 40%, максимальный режим яркости, порядка 100%, видеодемонстрирующая фонарик в действии, к сожалению, камера не способна передать полную яркость фонарика. Мое мнение, как и писал в самом начале обзора, Роше светит явно шире пятерки, по моим ощущениям, оттенок способствует хорошему расстоянию, вкупе с тем, что это вариант с четырьмя стабилизаторами, и он вообще не греется, то это, если можно так сказать, полная победа. Но так говорить нельзя, по крайней мере в обзоре, так как все зависит от личных предпочтений. Я не могу сказать, что мне пятерка не нравится, у нее свои плюсы. Оттенок намного приятнее глазу, чем у Роше, но к сожалению такие возможности открываются только жертвой временем работы, почему именно зависит, а потому, что по яркости Роше и конвой одинаковые, а вот в начинке есть отличия, для такого яркого света Роше достаточно холодноватого оттенка и четыре стаба. А конвою из-за теплого оттенка придется взять еще два стаба и жертвовать временем работы и нагревом, в общем описывать можно очень долго и нудно, тем более у каждого будут свои мысли по этому поводу. Но если коротко, Роше 3 100 умножить на 4 равно конвой 4 100 звездочка 6, когда второе приятнее, а первое удобнее. Так что еще раз повторяю, ваш выбор зависит от ваших приоритетов. Что же, плюсы, качественное покрытие, отличный комплект поставки, подарочная коробочка, отличный оттенок для дальних расстояний, широкий свет, больше на 10% чем у С5, ребра для охлаждения, долгая работа, хорошая резьба, яркий свет, отлично сидит в руки, наличие короны, понравился рефлектор, минусы, корпус не внушает доверия, не все защищенные аккумуляторы влазят, всего два уплотнительных кольца, после использования, могу сказать, Роуш F12 отличная альтернатива конвой Ям младшей серии и довольно необычный фонарик ЭДЖА формата. А вот какой выбрать, решать вам. У меня в наличии оба, и оба мне нравятся. Опять же, выбор зависит от приоритетов, в которой распишу, Роше выделяется широкой засветкой и большим выбором оттенков. Если есть средства, можно взять два и определиться на месте. В любом случае, второй можно будет продать или подарить, а такие фонарики у нас не продают за 15-20 долларов, и для многих такая мощность такого крохи будет весьма приятным сюрпризом. Желаю удачи в ваших будущих покупках. Вместо кошки, шучу. Вот вам и кошка и фонарик, PS, хоть оттенки 3B, 1001, 300, Роуш, и 400, S5 по моему описанию и отличаются, но я могу с уверенностью сказать, все три оттенка нейтральные. Берите любой, и извиняюсь за запутанность мыслей в этом вопросе, пишу обзоры по личным впечатлениям. Пи-пи-эс, благодарю за прочтение обзора. Следующий обзор будет про S3 небольшим сравнением с F12, они довольно похожи. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok